Если мы говорим про коронавирус, то эффективности в каких-то специфических препаратах, которые защитят нас от этого заболевания, нет. Самое главное – это иметь крепкий иммунитет, который будет нашим счетом от этого заболевания, от этого нового инфекционного заболевания. Это самое главное. То есть, иммуномодуляторы нам в помощь. Витамины самые главные, и то, что мы в том числе используем, конечно же, это витамины группы D и C. Это самые активные витамины. И надо еще отметить, поскольку мы живем в полосе, где, в общем-то, солнечные лучи отсутствуют в большей части, то эти витамины в первую очередь становятся актуальными для нас. Надо понимать, что витамины вообще такой специфический продукт, и их нельзя съесть чрезмерно. Нельзя взять по типу ведра, насыпать туда с горкой. Организм усваивает ровно то количество витаминов, которое ему необходимо. А если совсем хочется знать о себе чуть побольше, чего я, собственно говоря, желаю, если люди, особенно начинающие спортсмены, или уже, как бы так, вышли на определенный уровень, то пойти сдать, в любой практически сейчас лаборатории можно сдать анализы, линейку на витамины, чего не хватает, и, собственно говоря, от этого понимать, что нужно, какие витамины добавить в свой рацион. Собственно говоря, есть и альтернативы. Это здоровое питание, это сезонные продукты, общие фрукты, это чередование мяса, рыбы, птицы, да, то есть там, где, собственно говоря, есть естественные, те же самые витамины, там, омега, в частности, в рыбе, да, жирные кислоты, клетчатка, без этого никуда. То есть нельзя одними, условно, капсулами восполнить весь рацион. Нужно просто брать, условно, банку, да, в которой находятся витаминные комплексы, и посмотреть, чтобы там было максимальное количество включенных витаминов, групп витаминов. Витамины – это очень просто, прям действительно просто, не надо там в этом вопросе сильно заморачиваться, это действительно одно из самых продаваемых, там, продуктов в аптеке. И витамины, кстати говоря, они продаются не только в аптеке, да, их можно купить и в каких-то спортивных специализированных магазинах, даже продуктовок, мне кажется, они стоят где-то там на полках, сейчас не всплывают, у меня в памяти где, но, в общем, да. Вернёмся к витаминам. Ну, вообще сейчас считается, что для желудочно-кишечного тракта сейчас лучше, чтобы это было, скажем так, с едой, да, чтобы меньше было травматизации слизистой, поэтому попробуйте где-то рядом с каким-то из одним поднятием пищи. Утро, вечер. Вообще наш организм – это компьютер, его можно запрограммировать как к плохому лежанию на диване и отращиванию живота, да, так и к определённым, там, нагрузкам, к определённому, там, питанию. Если мы будем, предположим, питаться в одно и то же время, дробно питаться, да, мы не будем ни толстеть, не будем, соответственно, набирать лишний вес. Так и во всём. Организм можно приучить и нужно. Очень большой соблазн у людей начать пить антибиотики в надежде, что антибиотики сразу, там, дают к третьим суткам снижение температуры и якобы улучшение. На самом деле это неправильно, и антибиотики должен назначать только врач, понимая, там, картину анализов, понимая клинические проявления. И это самое главное. То есть никакого, там, самостоятельного назначения антибиотиков вообще не может быть, поскольку у некоторых людей, даже которые не отмечали у себя какие-то аллергические проявления, антибиотики могут вызвать, говоря, аллергические проявления. И если мы начинали лечить одну патологию антибиотиками, мы можем просто перейти какой-то новой истории, которая будет вторым нашим проблемным делом. И поэтому придется и антибиотики менять, и увеличивать терапевтическую линейку. С помощью анализов либо лейкопене при вирусной теологии, либо лейкоцитоз при бактериальном. Но по опыту опять говорю, что бактерии обычно все равно потом присоединяются. Вирусы являются такими воротами для всего. А бактерии, они более такие медленные, что ли, они тоже сопровождаются, конечно же, и высокой температурой, но это такое, более растянутый период, который может длиться намного дольше. То есть вирусное заболевание, оно может закончиться в течение 70 дней. А бактериальное может длиться и до месяца, и больше есть, тем более не лечить. Дети такие очень нежные существа. Надо смотреть на их самочувствие. Утомляемость быстрая, может быть отсутствие аппетита, расстройство желудка, нарушение сна. То есть как они себя ведут в обычной жизни. Отклонение в этой обычной жизни. Если мы говорим в контексте коронавируса, ну, есть уже понятные методы исследования, которые подтверждают или опровергают заболевания новой инфекцией, такие как ПЦР, то есть мазок из дыхательных путей, либо анализы крови. Но глобально, первично, не надо бежать, там сразу делать все эти мазки. Давайте, каждая мама, каждый папа знает, как ваш ребенок, как их ребенок себя ведет. И я даже сам, как отец, могу понять, что здесь сейчас, если у человека, у моего ребенка, да, там начинает быть там в плохое настроение, ну, значит, это не просто так. Это мы, взрослые, там нас кто-то обидел, там на работе нам что-то сказали не так, и мы все там полдня сидим в плохом настроении. А у ребенка плохое настроение обычно сопровождается каким-то там бэкграундом, каким-то, ну, в общем-то, скорее, с плохим самочувствием. Нельзя. Нельзя, потому что бывает по-разному, опять-таки. Кто-то от вакцины может прям сразу заболеть, и это будет нормальная реакция, когда организм вырабатывает иммунитет, собственно говоря, с вакцины и получаем, собственно говоря, сам возглавитель. Если мы говорим про спортсменов, соответственно, спортсмену в силу специфики нужно 10-14 дней до начала нагрузок. В принципе, нагрузки не сопоставимы с плохим самочувствием. Мы останавливаем нагрузки, любые, у любого уровня спортсмена и даем отдых для того, чтобы либо вылечить, либо понять, что происходит. Возможно, это какая-то акклиматизация. Поэтому, если возвращаться к вопросу, можно ли вакцинировать, нет, должно быть 10-2 недели до начала. Ну, тут все просто. Наш Роспотребнадзор, наше министерство здравоохранения, в принципе, в мире уже понятно, если мы говорим про коронавирус, это сейчас самое актуальное и самое тяжелое, потому что коронавирусная инфекция, она может присоединиться к острым респираторным заболеваниям и быть уже, скажем так, и основным, в том числе. Самое главное, и что нам дало это инфекция новая, собственно говоря, я очень отчасти в кавычках рад, потому что я думаю, что мы больше стали следить за какой-то личной гигиеной, надеюсь, что мы будем и в том числе сортировать мусор, чтобы природе было как-то полегче. Это как раз отношение к тому, что нам нужно следить, протирать полы, поверхности, мыть руки, стараться не присутствовать долго в комнате массового скопления в местах людей, носить индивидуальные средства защиты, маски, перчатки, менять эти маски, менять перчатки, умываться, собственно говоря, то, что и есть, то, что называется собственная личная гигиена и масло в том числе. Это будет самым главным профилактикой, если вы не хотите заболеть, если вы не хотите всех последствий, которые коронавирусная инфекция может нести. Люди, которые были в контакте с заболевшим, должны быть на 14-дневном карантине, самоизоляции. Возможно, у них проявится, возможно, не проявится симптоматика. Они должны будут в том числе сдать ПЦР-маски на определение новой коронавирусной инфекции. Это не означает, что они больны, они контактировали. И зачастую в этот... Почему 14-дневный такой диапазон? Потому, что в этом диапазоне 14 дней проявляются клинические симптомы. Поэтому эти люди не могут перемещаться из города в город, из базы на базу. Так сложилось, такие меры предохранения. Это же... За образно за один день до окончания сборов кто-то заболел. Да, мы не будем диссидентами. Мы не будем диссидентами коронавируса. Если говорить про несовершеннолетних, они ничем не отличаются от совершеннолетних. Наверное, у несовершеннолетних есть какие-то сопровождающие люди, будь то там родители или тренер, который взял на себя ответственность за несовершеннолетних детей, не вижу ни в чем разницы. Они также должны будут соблюдать все меры, указанные Роспотребнадзором. Вероятности это не... Но если считать, что полтора метра дистанции друг от друга, можем ли мы ее на соревнованиях соблюдать? Нет, потому что во время старта нет такого широкого коридора для старта, для финиша. Спортсмены могут бежать друг за другом. Вероятность заболевания есть, но то, что на 100% ты во время гонки именно заболеешь. В анализах крови будет повышаться при бактериальном инфекции гейтрофилы будут повышаться, при вирусной будут повышаться лейкоциты, но давайте каждый будет заниматься своим делом. Вы пойдете сдадите анализ крови, какие-то другие анализы, врач посмотрит. если уж совсем интересно, я вот думал-думал как ответить. Я отвечу, надеюсь, это будет чуть-чуть смешно и в том числе и серьезно. Когда вы приходите и получаете результат анализа, там всегда на фоне рядом с каждой графой написано, что такое меньше нормы, что такое больше нормы. Если вы не доверяете врачу, написано для каждого человека, отклонение или нет отклонения. Нельзя тренироваться во время болезни, потому что идет чрезмерная нагрузка на сердечную мышцу. Как поддерживать физическую форму в этих случаях? Вылечиться и потихоньку наращивать нагрузки. По-другому никак. Пока болеешь, успокойся быстрее. То есть меньше времени затратиться в общем смысле. на излечение набора физических кондиций, если начнешь через болезнь тренироваться, если будет осложнение, ты вылетишь еще на больший срок. А как от респиратурного заболевания? Средства индивидуальной защиты, профилактика, возможно, даже вакцинация от гриппа, укреплять иммунитет, питание, здоровый образ жизни. Кто-то использует закаливание. Мне слишком холодно прыгать в прорусе или стоять в ванне под холодным душем, даже контрастно делать, я теплолюбивый. каждому солнечному ванну витамины. А, это однозначно. Что у нас происходит во время тренировки? Мы теряем водно-солевой баланс. Соответственно, нам его надо восполнить. Понятно, что от уровня тренированности, понятно, что от уровня задач стоит, насколько быстро, активно нам нужно восполнить это. Но глобально мы исполняем водно-солевой баланс. Соответственно, если мы все-таки говорим про спортивное питание, БАДы, то это изотоники, гипотоники. Если нам нужно при длительной тренировке восполнить еще углеводный баланс, соответственно, это напитки, которые будут углеводно-белковыми, можно даже съесть какой-то батончик. Соответственно, самые главные напитки это те, которые по окончании тренировки, которые исполняют все то, что затрачено во время тренировки. тренировки. Но это какой-то глобальный процесс. У детей одно, у юноши другое, у профессиональных способов третье, у любителей четвертое. Нельзя дать ребенку то, что можно дать взрослому. Это будет неправильно. Нужно понимать, с кем мы имеем дело и какие задачи стоят. Можно даже просто бруснику взять с сметанкой свеже размороженную и съесть будет очень хорошая история. Раньше же всего этого не было, каких-то 20 лет назад. Люди бегали, разводили и мед, и молоко пили, и просто колодезную воду пили. Но поскольку мы сейчас здесь, у нас есть варианты от шипучих таблеток, которые бросаешь в бак и она растворяется с полным набором. компонентов и до... Но опять-таки, в зависимости от какого уровня мы говорим человеку, что нужно. Если ему нужно выполнить хорошую работу как профессионального спортсмена, то тут понятно, тут водой не отделаешься. Нужно приучать себя пить большое количество жидкости. Это очень важно. Пить 2-3 литра в день, причем сюда не будет входить в подсчет кофе, газированные напитки. Уж тем более алкогольные. Суп в это будет входить как раз. Можно посчитать с утра чашка чая, сколько она обычно 200-300 мл. Суп еще там 500. Промежуточные какие-то напитки, которые будут задерживаться в организме. Все остальное, как газировка, она будет наоборот выгонять жидкости с организмом. Будет более активная фильтрация. А нам все-таки нужно насыщать организм жидкостью. К этому надо приучаться. От этого появится более, для девочек особенно важно, красивая, эластичная кожа. Но сон, сон, нервы не будут шалить. Во-первых, подбирать одежду. Во-вторых, нужно понимать все-таки, если это какая-то история от того, что ты двигаешься, и тебя все равно мерзнут руки, и даже не помогает никакое количество одетых специфической одежды, возможно, нужно пойти к неврологу, посмотреть шейный отдел. Может быть, есть какая-то неврологическая симптоматика, которая заставляет периферические зоны конечностей верхних, быть в холоде, скажем так, холодную. то есть, нужно разбираться в этом. Глобально, конечно, нужно греться, нужно двигаться, двигать пальчики на все. На все тренировки, поскольку любую тренировку, даже если вы ее делаете в зале с весами, или вы делаете стабилизацию, все равно организм тратить в том числе жидкость, на то, чтобы происходил энергообмен, выделялся, выделялся энергия в периферии. Затраты идут. Слушайте, но это сейчас не вопрос о том, распишите мне фармсхему, и завтра вы пойдете и будете по ней тренироваться, а потом, если что-то не получится, скажите, Роман Семенович сказал нам тут это. Надо понимать много в отдых, какой уровень спортсмен, возраст, какие задачи ставятся, может, вам это все и не нужно на каких-то ваших региональных стартах. Вы проверьте сначала свою линейку витаминов, всего ли хватает, железа хватает. Правильно ли у вас распределяется нагрузка от стопа и к голове, может быть, у вас проблемы с мышцами нижних конечностей, может, вам нужны те же стельки. Нельзя так сказать, что конкретная нехватка железа будет приводить к судорогам во время. Это все очень компонентно. Ну, во-первых, я думаю, что купить нужно любой препарат, который будет профилактикой ишемической болезни сердца. Во-вторых, я думаю, что особенно у людей, скажем так, 35+, нужно проходить диспенсеризацию, то есть обследование элементарное. Периодически снимать ЭКГ. даже к стоматологу ходить. Нужно подходить очень сбалансировано к началу тренировок. Есть такое понятие, как характерные физические нагрузки. Когда вдруг, ну, например, мужчина понимает, что к лету ему нужно срочно похудеть, начинает активно ходить в зал с весами работать или активно бегать, отсюда сразу буквально в первую же неделю начинают возникать проблемы в мышцах, суставах крупных, сердцем, да, ничего хорошего это не приводит. Если есть возможность, наймите себе тренера, и будет вам равномерное вкатывание в нагрузку под контролем специалистов, А если глобально, чтобы с меньшими затратами, просто потихоньку с определенной балансировкой всех нагрузок от малого к большему, построите себе, распишите себе план, к чему вы хотите прийти, кубики на животе или просто элементарная выносливость, и тогда вам будет понятно, что вам нужно сделать для того, чтобы достичь своей цели. Наверное, не буду назвать фамилию, у нас был спортсмен, не знаю, вот так, это абстрактно, был спортсмен в сборной команде, но сразу хочу сказать, что в моей практике как спортивного врача, который сопровождает такого спортсмена, нету положительной динамики в росте спортивных достижений, то есть есть понимание, что веган сразу теряет в тех компонентах, которые есть в той пище, которую не употребляет. Не все можно восполнить одними капсулами, которые под названием воды, то есть циклических видах спорта, я не знаю ни одного спортсмена, ну, в общем, да, что мы говорим про то, если человек в сборной команде, это топовый, нет, она, я точно не знаю, однозначно. Внешне стороны ноги после сорокину проблем в колене, ну, очень много, ну, от какого-нибудь тенденита, то есть воспаления, до какой-то более серьезные травмы, микронадрыва, надрыва, да, опять-таки, ну, по своему опыту, ну, нужно положить человека на массажный стол, нужно посмотреть разную длину ног, надо посмотреть, как распределяется нагрузка на стопах, посмотреть, как работают икры, если все это в норме, то сделать УЗИ коленных суставов, сделать, если УЗИ не информативно МРТ коленных суставов, когда человек устает, идет разбалансировка по всем вертикальным мостям, могу рассказать такое отключение, да, как мы диагностируем, у нас, в принципе, наши стопы, это первое, что соприкасается с поверхностью, то есть мы ходим и везде ходим в основном по жесткой поверхности, если подумать, мы ходим по асфальту, по бетону, у нас дома лежит либо кафель, либо ламинат, то есть у нас нету такого процесса, как идеального, как хождение по мокрому песку или там у бабушки где-нибудь на черноземье, по огороду, соответственно, амортизации для наших стоп никакой, амортизация она нужна, поскольку все то, что мы тот вес, который предположим, который у нас есть, 70 килограмм, 50 килограмм, 100 килограмм, он к нам возвращается удвоенный при каждом шаге, я уже не говорю при прыжковом варианте, беговом, когда это еще больше увеличение массы, и вот стопы, которые первые принимают этот удар на себя, которые должны амортизировать это, передают дальше это в коленный сустав, в тазобедренный, это самые три главные наши суставы, которые должны гасить всю эту энергию, если этого не происходит, то это все переходит в позвоночный столб, дальше в голову, получаем различные патологии в позвоночном столбе различного характера, да, ну и, конечно же, сами суставы эти большие, поскольку они с этим не справляются, с этой нагрузкой, они начинают давать боль, поэтому возвращаясь к этому вопросу про 40-50 минут 30 или там через полтора часа, давайте поймем, чего у нас по нагрузке, какого рода она, где бежит человек, в правильной ли обуви, подготовленный ли он, какого возраста, до сих пор,